Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Александр Ракин, я главный редактор радио Томский Благовест. И сегодня мой коллега, уже мы с ним работаем больше года, Константин Орищенко, который на нашем радио ведет свою авторскую программу, меня слышит. Мы с ним общаемся уже год, я монтировал массу программ, которые мы с ним делали. И мы уже хорошо за это время познакомились, мы, в общем, в таких уже приятельских отношениях перешли на «ты». Поскольку я человек религиозный, когда заканчивал университет, я занимался науковидением, и для меня научная точка зрения — это аналог такой, так сказать, материальной истины. Я для себя понял, что упражнения, которыми пользуется Константин, — это вещи все психофизиологические, совершенно сознательные, конкретные, не несущие никакого вмешательства в личность. И даже само по себе общение, если не брать, так сказать, сторону терапевтическую, с Константином очень приятное и комфортное. Человек, который всегда готов беседовать, готов идти навстречу, человек, который слушает и который обдумывает, прежде чем что-то сказать, не дает каких-то готовых рецептов, не пронеся их через свое сознание и не адаптируя их именно к человеку лично. Я видел, как в студии здесь он работал с людьми, он периодически приводит людей, которые готовы, так сказать, в публичном пространстве поработать над своим голосом, над своими проблемами. И что для меня важно, я человек, который любит подход именно такой основательный и детализированный, для меня важно, что Константин не применяет одни и те же приемы стандартные и шаблонные. Он смотрит на особенность, специфику и реакции каждого отдельного человека. Поэтому, я думаю, его склонность к тому, чтобы развиваться, он мне все время рассказывает, какие он проходит курсы, учебы, как он занимается дальше, все время рассказывает что-нибудь новое, говорит о том, что человек он подвижный, мобильный и все время ищущий что-нибудь. Это для науки, а его методики научны. Это очень хорошо. Это позволяет человеку не зацикливаться, не почивать на лаврах, он все время рассказывает какие-то новые вещи, он все время следит за новыми научными открытиями своей сферы. Я сам человек, который очень любит науку. Для меня это, что называется, бальзам на душу. Так что, если кто из вас решает вопрос, пойти работать с ним или нет, я бы пошел. Так что, я вам всем рекомендую. И всего доброго. До встречи.